В Ведах написано, утро человека, прожитое правильно, дает возможность человеку получить правильное рождение. День прожитый правильно, дает возможность получить правильную молодость. И вечер прожитый правильно, дает возможность получить правильную старость. Теперь у меня к вам вопрос, что важнее рождение, молодость и старость? Рождение. Потому что если собака родился, то уже молодость и старость прожить нормально невозможно. Для этого надо получить правильное тело. Человек должен получить разумное тело. Старший умный был детина, средний был и так, и ся, младший вовсе был дурак. Понимаете, о чем я говорю? Рождение бывает разным. Тело бывает разным. У кого-то разумное тело, он рождается в разумном, а кто-то нет. И это зависит от нашего утра, от того, как мы утро проводим. Утро — самое главное время в жизни человека. Самое главное время. Утром нужно только молиться, не нужно заниматься чем-то другим. Не думайте, что утро предназначено для того, чтобы готовить быстрее. Если вам надо готовить быстрее, тогда вставайте еще раньше и ложитесь раньше, если это возможно. Хотя бы полчаса молитвы с утра, иначе жизнь бесполезна. Она проходит просто впустую, просто зря. Потому что что такое молитва? Это революция в течение дня, это изменение всей жизни, это изменение понимания жизни, это победа над своей судьбой. Как помолился ты? Молитва — это преддействие. Веды говорят, что преддействие должно вложиться больше силы, чем в само действие, и тогда человек живет разумной жизнью. Что такое неразумная жизнь? Это когда преддействия очень мало, и мы реагируем только на действие на само. Ничего не делало для того, чтобы замуж выйти, и потом — опа, вышло. Нет, надо сначала много чего делать до того, как выйти замуж, а потом уже вышло, соответственно, как надо. Понимаете, о чем я говорю? Преддействие означает всегда действие, которое совершается раньше, чем произошло само действие. Молитва — это преддействие ко всему дню. Ну, мне некогда, Олег Геннадьевич, молиться. Ну, не бывает такого, чтобы некогда. Просто ты не знаешь, зачем это надо. Как? Вы реально занимаетесь другими, не бывает такого, чтобы друг к другу подходили. Всегда какие-то противоположности появляются людям, специальные испытания, кто-то. Один должен кого-то другого заниматься. Чтобы мы мучились. Мы родились, чтобы мучиться. Если бы мы родились для чего-то другого, мы бы тогда в момент рождения не испытывали столько мук. Человек, когда внутриутробно развивается, он испытывает больше мук, чем в момент смерти. Он сидит в мешке целых 10 месяцев. Представляете, в мешке сидит, без возможности двигаться практически. В замкнутом пространстве страдает неимоверно ребенок. Особенно последние 3 месяца, когда он начинает себя осознавать. Зачем это нужно? Если эта жизнь для счастья предназначена, а не для испытаний. Зачем тогда страдания в начале, страдания в конце и столько страданий посередине? Олег Геннадьевич, а тогда в стопор какой-то, как в стену упираешься. Получается, люди, некоторые живут, они парятся и не думают ни о чем. А ты сидишь, думаешь, ломаешь голову, но в тупик упираешься. Плохо, да? Я все время, знаете, такой, как будто тоска потом выходит, думаешь, изучаешь, изучаешь. Вам плохо или хорошо, что вы пришли на лекцию? Вот вы пришли на лекцию, вам плохо или хорошо? Ну хорошо, но потом я опять начинаю... Смотрите, но. Вот это но означает непринятие хода времени. Я когда, Олег Геннадьевич, стою под душем, мне хочется кушать. Когда я кушаю, мне хочется спать. Когда спать ложись, мне хочется под душ, что делать? Вы расслабьтесь просто. Сейчас здесь сидит очень много хороших людей. Как минимум 700 человек. Я просто, когда вижу столько хороших людей, мне очень хорошо. Я начинаю даже нести всякую, петь даже, начинаю нести всякую дурь от радости. Вы не чувствуете, что вам хорошо здесь, столько людей хороших вышло? Чувствуете или нет? Мне очень нравится, я вдохновляюсь, когда вас... Нет, вы чувствуете или нет? Я вот к нему говорю. Чувствую. Чувствуете? Чувствуете? Нет, чувствую только от вас. От людей. От людей чувствуете? Не торопитесь. Чувствуете от людей или нет? От вас только. Только от меня? Да. Почему? Ну, потому что, например, самое элементарное, многие девушки даже ходят здесь, как будто хотят, как будто соблазнить вас ходят. Хотя вы говорите об этом, да? А соблазнить все хотят, что ли? Не меня, не меня. Я не про себя говорю, я так, в общем, вы когда говорили, как раз на той лекции. Потому что девушка вызывающая, а вроде бы как бы люди слушают что-то, но в все же время все равно этого не делают. Здесь очень много хороших людей. Расслабьтесь сейчас. Расслабьтесь, и вы почувствуете себя счастливым. Вам даже не захочется вопрос задавать. Вы будете просто слушать. Будет хорошо. Почему Бог не дает? Бог дает испытания. Он дает просто испытания. Кто? Где, 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 кто, 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 кто? Где вопрос, кто задает? Давайте, давайте с вами, да. Давайте. Может быть, мой смех как раз поможет ему расслабиться. Но я говорю искренне. В каком плане? Значит, вот вы призываете молодого человека, но расслабьтесь. Может быть, он с огромным желанием бы это сделал, а если у него не получается. Как можно помочь себе вот расслабиться? У него все получается. Он расслабляется постепенно. Я его ход времени понял. Я увидел, как течет его время. И вижу, что он постепенно расслабляется. Я не тороплю его. Я не хочу, чтобы он сейчас прям расслабился. Я просто ему дам направление в жизни. Я считаю, что именно так надо жить. Человек не должен сразу пытаться расслабиться. Если он не может сразу, ничего страшного. Это ход времени. Его надо понять, что все самое лучшее в жизни происходит постепенно, незаметно. И это и есть счастье, понять это. То есть он не может сейчас расслабиться. Но он уже чуть-чуть расслабился. Это вижу. И мне этого достаточно. Я счастлив, видя в нем этого. Мне этого достаточно. Мне больше ничего от него не надо. Я вижу, что его время течет в правильном русле. И этого достаточно. И этого для меня достаточно. А для вас? А для него. А? А для него. А для вас достаточно? Мне? Для меня? Да. Ну мы сейчас... Я так говорила о молодом человеке. А я о вас сейчас говорю. А я хотела вам задать вопрос. А есть какие-либо упражнения, которые помогали бы расслабиться? Или нет? А я о вас сейчас говорю. Я вас спрашиваю. А я о вас. Что? Интересно. Что? Ну я вас не знаю. Я вас тоже. А зачем вы тогда ко мне сюда пришли? Интересно. Тогда мы не должны пока с вами строить отношения. Потому что... А я в общем-то и не собиралась с вами строить отношения. А зачем тогда вы говорите? Какая у вас цель сейчас? Сейчас... Есть только три цели. Или давать мне наставление, или слушать меня, или общаться на равных. Какую цель вы преследуете сейчас? Я еще не осознала, какая у меня цель. Я просто вступила в самую молодую человеку. Тогда вам надо отдать кому-то другому микрофон. Пожалуйста. Потому что всегда в этих беседах мы должны иметь три варианта. Или вы старшая для меня. Я должен это принять. Или вы имеете равные отношения. Тогда я должен знать вас. Или вы слушать пришли. И тогда в этом случае у меня нет возражений. Ваш вопрос правильный. Я как бы принимаю ваш вопрос. Он очень важный. Он говорит о том, что... Олег Геннадьевич... Он не расслабился. Что делать? То есть вопрос был задан ко мне. Я отвечаю. Что мне достаточно того, что он уже сделал. Это касается его. Что касается меня, я вам отвечу на этот вопрос. Я изучаю эту тему очень серьезно сейчас. И ход времени с помощью утренней молитвы пытаюсь понять. То есть я во время утренней молитвы настраиваюсь очень спокойно. Спокойно и жду, когда придет то, чего я попросил у Бога. Я жду очень спокойно и смиренно. Могу ждать столько, сколько нужно. А если я чувствую, что это не так, значит я настроен неправильно и пытаюсь настроить себя правильно. То же самое в отношениях с вами. В моих отношениях с вами. Я ни на что не претендую. Я просто жду этих отношений. Вы говорите, нет, у меня нет сейчас с вами отношений. Я согласен. Вы правильно сказали. Но я жду этих отношений. Потому что люди не могут жить без отношений. Если вы не хотите этих отношений, никто и не заставит вас их иметь. Но я все равно жду, потому что душа хочет любить. Нет отношений, нет любви. Есть только три типа отношений. Или вы как старшая для меня ведете. Я должен это почувствовать сам. Иногда люди навязывают свое старшинство. Это неправильно. Мы можем давать советы только тем, кто хочет нас слушать. Если вы не пришли слушать сюда, а просто посмотреть, тогда вы должны быть сторонним наблюдателем и смотреть. Но если вы выступаете в роли старшего и начинаете меня наставлять здесь, то я должен понять, имеете ли вы на это право. Если вы не имеете на это право, тогда я не буду принимать ваше наставление. Потому что иногда чувствуется сразу, что человек старший. Он может что-то сказать. Например, у меня вот здесь на лекции была такая ситуация. Одна женщина прямо передо мной вот так посреди зала сидела. Я даже помню, вот рядом с вами мужчина. Она рядом с вами вот здесь сидела. И она, когда я очень гордо себя вел, я сейчас гордо себя веду, но тогда я еще более гордо себя вел, как мне кажется. Она мне сказала, вы что нас за дураков всех здесь держите? Такие слова помните, да? Она так мне сказала. И я понял, что Бог через нее говорит. Я реально это почувствовал. Я почувствовал в этом правду в ее словах, что это правда, что это действительно... И она как старшая себя вела. Она действительно такая выглядела, женщина очень такая серьезная, глубокая, разумная. Я был поражен. То есть, когда она мне это сказала, то я увидел, что эти слова не связаны со злобой, ненавистью или желанием выделиться. Она просто искренне хотела мне что-то сказать, донести. И она мне это сказала. И через нее пришло ко мне знание, что я гордо себя веду. Иногда так бывает, что можно сразу прям принять наставление от человека, даже если ты его не знаешь. Но иногда чувствуется, что не надо. Но это не значит, что я против. Я просто с вами строю отношения и жду. Иногда эти отношения становятся такими, что вы старшие, я младший. Иногда равные. Иногда я старший, вы младшие. В этом нет никакой разницы. Потому что всегда отношения развиваются. Если, допустим, вам неудобно быть со мной старшим, и вы чувствуете больше знаний, придет время, и вы будете старше. Я буду младше. Но идея заключается в том, что когда люди любят друг друга, они должны выбрать один из трех этих типов отношений. Если они хотят выбрать, значит, у них не будет счастья в жизни. Счастье бывает только в этих трех типах отношений. Других отношений счастье не дают. Отношения со стороны, например, я взгляд со стороны и рассказываю вам, что у вас тут происходит. Это не отношения. Это зависть. Вот, допустим, человек пришел какой-то, он слушает, что здесь происходит, встает и говорит, а вы знаете, что у вас здесь происходит? И начинает говорить. Это все равно, что, допустим, взять и прийти в чужую семью и сказать, а у вас любовь здесь неправильная. А какая вам разница, какая у нас здесь любовь? У нас наша любовь здесь, а у вас будет своя в вашей семье. Понимаете, о чем я говорю? Только в рамках этих трех типов отношений может быть любовь, жить любовь. Любовь не живет в отношениях со стороны, в наблюдении, нет любви. Любовь только есть там, где есть три типа отношений. Я принимаю себя младшим, потому что мне есть, что послушать. Я на равных отношениях строю, потому что у нас такие отношения, мы друзья. И я хочу быть старшим, потому что я хочу помогать, я хочу помочь. Я чувствую, что я могу помочь, у меня есть, что сказать. Но это не значит, что я всегда хочу быть старшим. Иногда я буду младшим, иногда равным. Это не является признаком того, что я загордился. Это является признаком того, что я хочу строить отношения, я хочу любить. Желание любить означает строить три типа отношений. Но они всегда меняются, они динамичны. И человек, который способен жить очень динамично в этих отношениях, является развитой личностью. Вот, допустим, мой наставник, о котором я вот сегодня говорю, потому что я получил с ним очень близкие отношения в течение, по крайней мере, шести часов. Он иногда подходит ко мне и говорит, пожалуйста, расскажи мне, как я правильно читаю лекции или нет. Он ведет себя как младший в это время. Как я должен себя вести? Ваш совет. Простите, пожалуйста. Я как младший хотела спросить. И заранее прошу прощения у вас со всех за этот вопрос. Да, я вот сама не понимаю, почему я по этому поводу переживаю. я, наверное, муха, которая копается в экскрементах. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Вот когда вы приводите вот эти примеры про какашки, как они, это для того, чтобы мы о себе не воображали, что мы такие возвышенные, как-то, ну, опустить нас. Происходит ли при этом какое-то осквернение? И опять же, я об этом так запереживала, потому что я есть муха по этому поводу. Потому что здесь такие люди, которые... Вы не хотите быть младшей? Простите, я не знаю. Почему? Я хочу быть, а... Я, наверное, не достоин быть старшим просто. Нет. Вот смотрите, если я не достоин быть старшим здесь, то у вас будет ощущение мухи. Потому что, когда человек достоин быть старшим, то все чувствуют себя очень комфортно. Но если он не достоин, тогда все чувствуют, что их унижают. Я вот сейчас унижаю вас. Вот я и подумала, что... Ну, хотела спросить, чтобы вы мне сказали, что я мог. Видите, она как старшая сейчас ведет себя со мной. Она меня воспитывает. Это правильно. Простите. Это очень правильно. Каждый человек нуждается в воспитании. Она воспитывает меня правильно, потому что младший может воспитывать. Она, допустим, пришла как младшая сюда. И она как мне говорит, Олег Геннадьевич, вы так говорите, такое ощущение создает, что мы здесь все вот как мухи. Но она как это говорит? Очень смиренно и с любовью. Это правильно. Это отношения. Видите, вот отношения могут меняться. Видите, она сейчас мне дала наставление. Очень корректной и правильной форме. У меня нет никаких возражений. Я буду об этом думать. Спасибо вам большое. Всегда надо во всем учиться. Всегда, когда ты залазишь наверх, есть шанс очень незаметно скатиться на гордость. Всегда это возникает в какой-то момент. И это хорошо, когда есть такие люди, которые могут в корректной, правильной форме повоспитывать. Это очень хорошо. Это не вызывает боли, чувство дискомфорта. Это всегда приятно. Поэтому вот эти вот три типа отношений бывают развитые в человеке, бывают нет. И вот мой старший, он очень развит в этих отношениях. Он может вот так раз и спросить, как мне читать лекции. И причем интересно, что в этот момент не возникает чувства, что я не хочу ему об этом говорить. Знаете, почему? Потому что он в совершенстве владеет возможностью слушать. Он очень смиренно принимает наставления. Я не могу сказать, что у меня это развито внутри. У каждого человека есть предел. Но у этого человека пределы гораздо дальше стоят моих возможностей. И когда я ему говорю, как старший, он меня внимательно слушает. Но так как он не младший по отношению ко мне, это временное отношение, иногда он меня спрашивает, очень разумные вопросы мне задает. А почему вот так? Я считаю, что вот так вот должно быть. И я свое мнение продолжаю высказывать. Потом он мне объясняет, что правильно, как правильно. Он может стать старшим в этом разговоре опять назад. Но он все равно что-то берет от этого разговора. Не то, что он занимает позицию младшего для того, чтобы отвергнуть отношения. Он это делает для того, чтобы выяснить что-то важное для себя. Например, девушка, продолжаем беседу. Где девушка, которая мне? Спасибо вам большое. Вот. Например, садитесь, садитесь. Я вам кое-что сейчас расскажу. Важное. Поймите, что я не являюсь такого уровня наставником, чтобы проявлять все качества, которые вы ждете от меня в полной степени. Но каждый человек может делиться знанием. И если мы настроены так, тогда мы настроены правильно. Потому что вы встретите в своей жизни обязательно человека, который будет обладать этими качествами, раз вы это видите. Но раз вы продолжаете слушать мои лекции, это значит, что вы даете мне возможность развиваться и также учитесь строить отношения. Понимаете, отношения – это и такая штука, в которой не должно быть максимализма. Например, если человек что-то знает, можно дать ему возможность сказать. Пускай он, допустим, не квалифицирован, чтобы быть абсолютно старшим, потому что есть три категории старших. Первый человек может быть советником, и его надо просто уважать. Вторая категория – это человек обладает квалификацией быть старшим, и тогда в этом случае надо к этому человеку относиться не просто с уважением, а уже с чувством, как это называется, почтения. То есть вторая стадия – это почтение уже, понимаете? Вы почитаете человека, с почтением к нему относитесь. А есть люди, которые всегда безукоризненно себя ведут, они достигли совершенства в жизни. И такой человек может стать духовным учителем, потому что он ведет себя как душа. И такой человек достигает уровня, в котором ему можно предаться. Предаться – предание. Понимаете, что такое предание? Это когда ты слушаешь все и воспринимаешь все абсолютно, что так и есть, без всяких сомнений. Вот ошибка в чем заключается? В том, что часто люди меня воспринимают вот на этом третьем уровне, а я нахожусь на первом. Я могу просто делиться с вами, понимаете, чем-то. И вы сами заметили, что действительно Олег Геннадьевич иногда в своем поведении ведет себя как человек, который не заслуженно старший, потому что заслуженно старший, когда он делает замечание, это не вызывает чувство, что я муха. Но имеет ли Олег Геннадьевич тогда читать лекции или нет? Вот в чем вопрос. Как вы думаете? Потому что мы все должны развиваться. Понимаете? Мы все должны развиваться, и вы тоже имеете право читать лекции. И все должны читать лекции и рассказывать что-то другому человеку, потому что иначе мы не будем жить. Понимаете, в нашей культуре не хватает знания. Если вот будут рассказывать только те, кто развитые, таких людей очень мало. Где их собрать на всю страну, понимаете? Поэтому и все, кто что-то чувствует, что они что-то могут сказать, должны говорить, зная свое положение. Допустим, если я веду себя как тот, кого непреклонно надо слушать, мое мнение является абсолютным, и надо мне предаться, то это означает, что я не понимаю, что делаю, не понимаю, что творю. Но если я говорю с вами как друг, который делится и считает, что это так, то в чем проблема? Просто ошибка заключается в том, что часто люди, начиная слушать мои лекции, думают, что я духовный учитель. Я не духовный учитель. Я просто старший, который пытается сам развиваться и общаться на эти темы. Спасибо за поддержку. Я ответил на ваши вопросы? Олег Геннадьевич, спасибо большое. Просто я себя очень неловко чувствую за это. Это меня прям принесло-ка вам это спросить. Могли бы еще добавить к своему ответу вот по поводу передачи знаний? Вы говорите, что родственники не должны друг другу передавать знания. А если, например, ты сутками слушаешь лекции, читаешь, и у тебя внутри вот просто другого ничего нет, и хочется, например, ну сможем об этом говорить, там просто ни о чем другом не хочется. Поделиться? Поделиться. А вы понимаете разницу между передачей знаний и поделиться? Наверное, плохо. Вот вы сейчас, то, что вы сейчас сказали мне в таком настроении, в котором вы сказали, это называется поделиться. Но вы передали мне знания. Но если вы мужу пытаетесь передавать знания, не поделиться, тогда он не будет вас слушать. Понимаете, вот вы сейчас в настроении любви это сделали сейчас. А можно это делать в другом настроении. Вот часто родственники, они не могут, у них не хватает внутренней силы очень деликатно делиться. Они пытаются навязывать знания, дают конечный результат. Вот это так, а ты считаешь, что это не так. Это твои проблемы. Это означает, что вы не перевалили своего близкого человека, вы не хотите его любить. Потому что любовь означает, что вы движетесь к цели медленно, спокойно, постепенно, не желая немедленного результата. Ну что такое любовь? Это означает, что принять вот человека, каким он есть, и дать ему возможность вот так, как он есть, так и жить. Вот допустим, у меня муж не слушает лекции. Нормально. Это объем работы. Все. Я хочу сказать тебе, что вот мне кажется, я стала по-другому жить в последнее время. И мне кажется, что тебе тоже как-то легче со мной. Это правда или нет? Ну да. Значит, это получается, я хочу тебе спросить, это значит, это работает вся система, лекции, значит, помогают? Думаю, что да. Вот это и то, что должно быть. И дальше не должно быть. Ну тогда почему ты их не слушаешь, не слушаешь, не слушаешь? Вот это вот не надо уже, понимаешь? Все, точка. Потому что знание, все меняется в жизни медленно, спокойно, не нужно быстрого результата, мы не торопим события. Просто, да, этого мне достаточно. Все. Идет движение в нужном направлении. Когда мы почувствуем, как идет движение, в сердце приходят части. Вот, допустим, я вижу, что мои близкие люди меняются в лучшую сторону. В сердце приходят части, и я спокоен. Почему? Потому что правильно направленный вектор полностью меняет всю судьбу человека. Скорость у всех разная. Мы не должны ничего пытаться менять, поставить свою скорость. Ход времени у человека тот, который у него есть. Поэтому, у вас муж хороший человек? Так, микрофончик. Очень хороший человек. Так, он очень хороший человек. Он хорошо к моим лекциям относится? Он, я сейчас... Это я испортила впечатление. То есть, вы испортили впечатление, поэтому он нехорошо пока относится к моим лекциям. Нет, он хорошо относится, но... Хорошо относится. И несмотря на то, что вы испортили впечатление, он все равно хорошо относится. Он хорошо относится, потому что он видит, что для меня это хорошо. Что вас меняет это? Да. Говорит, я рад, что ты этим занимаешься. Я, может быть, когда-нибудь его слушаю. Мне сейчас некогда. Я не слушаю, мне некогда, да? И плюс, он говорит, ну, я не понимаю, зачем нужно молиться. Я не понимаю. Я не понимаю, зачем нужно молиться. Есть движение вперед или нет? Есть. Он сказал, мы можем поехать в святые места на праздники новогодние. Движение вперед есть? Есть. Вас это устраивает? Ну, вполне. Честно. Ну, честно, конечно, хочется всегда больше. Это означает, что вы будете несчастливы. Хорошо. Вы должны понять ход времени. Ход времени такой, мы говорим сегодня с вами о развитии личности. Ход времени такой, что этот человек меняется вот такой скоростью. Вот меня, например, очень устраивает, как вы меняетесь. Вот вы, допустим, меняетесь вот так. Вы сейчас, ну, как бы, не хотите дать возможность с вашему мужу развиваться. Не хватает у вас милости для него. Потому что, когда человек дает возможность близкому человеку развиваться, он тогда не торопит его. Точно так же вы можете и мне дать возможность развиваться. Допустим, видите, что Олег Геннадьевич гордится на лекциях с собой. И что дальше вы делаете? Продолжайте слушать лекции. И иногда смиренно подходите к нему и говорите, Олег Геннадьевич, я не знаю, вот правильно я читаю или нет, но мне почему-то кажется, мне кажется, от моей гордости и от того, что я несмиренная, что вы, когда говорите, люди станутся мухиками рядом с вами. Вот. Пожалуйста, поправьте меня, если я сказала что-то не так. Скажите мне на самом деле, как есть право правильно. Это же идеальная, вы сказали идеальную фразу, которая безукоризненно указывает на вашу квалификацию, помочь мне. Точно так же вести себя с своим мужем. Ну, то есть, дайте возможность. Вот дайте возможность мне читать лекции. Это означает вот так говорить, как вы сказали, дать возможность. Все, супер. Вы мне показали проблему, дайте возможность мне ее решать. Сколько? Сколько я смогу? У меня же есть определенный поезд, он и движется, и как бы я решаю ее постепенно, со временем решу. Все точно так же ваш муж. У него есть движение вперед. Вас не устраивает. Означает, вы не хотите, чтобы он двигался вперед. Потому что, когда человек хочет, чтобы кто-то двигался вперед, его все устраивает. Понимаете, о чем я говорю? Потому что, есть противоречие между вашим желанием наслаждаться жизнью и вашим желанием служить человеку. Что значит желание наслаждаться жизнью? Это означает, я хочу, чтобы все быстрее стали хорошими. Почему? Потому что, я хочу быть счастлив. Вот, вот, когда человек благости начал жить, что ему хочется больше всего? Чтобы все были благости вокруг. Чтобы все не пили, не курили, чтобы все говорили правильно все, все делали правильные вещи, все замечательно. Но это не означает, что он хочет этим людям помочь. Это означает, что он хочет балдеть просто. Сделать свою жизнь незаслуженно счастливой. И все. Если говорить о помощи человеку, то это всегда выражается в виде терпения. Терпение, которое приносит счастье. Это не терпение, которое, когда в туалет хочу, не могу и терплю. Нет. Это другое терпение. Это принятие хода времени. Вот мой муж уже захотел поехать в святые места, а я думала, что он захочет через три месяца. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Или нет? Вам актуальна эта тема? Это очень важно. То, что я сейчас говорю, это очень важно. Это делать человека счастливым. Потому что, когда мы хотим быстрее, это означает, мы ничего не хотим человеку помочь, ничего. Мы хотим просто наслаждаться жизнью и все рядом с ним. Потому что, когда мы принимаем человека таким, каким он есть, и у него есть правильный вектор, в чем выражается правильный вектор? А он вообще не против, что я слушаю лекции? Это и есть правильный вектор. С чего еще хотеть? А если он против, что я слушаю лекции, это значит, что я виновата в этом сама. Я это ему в неправильном свете выставил, я начала на него нажимать, требовать от него чего-то. Опять мои проблемы. И если я признал эти проблемы, то опять у него возник правильный вектор, потому что он обязательно согласится с тем, что я могу слушать лекции, когда придет время, когда я исправлю свою ошибку. Таким образом, неправильного вектора в жизни просто не бывает у того человека, который идет правильной дорогой. Поэтому в жизни не бывает потерь никогда у того, кто идет правильной дорогой. Единственное, что нам нужно сделать, это встать на правильный путь. Означает не мучить близких людей, не мучить их. Наказывать хорошо, строго себя вести хорошо, мучить плохо. Что значит мучить? А это значит заставлять их получить результат немедленно. Я хочу, чтобы ты делал то, чтобы ты делал это. Ты должен быть таким, должен быть сяким. Не интересуйся количеством, а качеством твоих почитателей. Не нравится дурным для человека похвально. Но если дурные люди тебя не любят, это хорошо знать. Сына-ка. Спасибо.